Глава района Роман Синеговский встретился с серебряным призером чемпионата России Ярославом Кутковым и его тренером Владимиром Рябухиным. Также во встречу принимали участие директор детско-юношеской спортивной школы номер один имени Шевченко Рима Прищепа. Спортсмены-тренер на днях вернулись с чемпионата России, который проходил в Смоленске. Роман Синеговский поздравил Ярослава с высоким личным достижением. Серебро легкотлет получил за результат по прыжкам в высоту 2 метра 15 сантиметров среди юниоров в группе до 20 лет. Глава района отметил, что победой Ярослава гордятся все славянцы, увлекающиеся легкой атлетикой. Во время встречи спортсмен и его тренер рассказали, как готовились к соревнованиям всероссийского уровня, как проходил чемпионат России, в котором участвовали почти 2000 спортсменов, поделились спортивными планами на будущее. Впереди у Ярослава участие в молодежном чемпионате России в Санкт-Петербурге. В Славянске нового устроения будет Краснодарская праздник. Ну, молодец. Да, будет нормально. Следующий у нас где соревнования? Куда дальше? В Питер. Сейчас вот он сам еще юниор, он будет выступать в категории с 18 до 20 лет. И вот сейчас пригласили в сборную Краснодарского края, выступили на молодежном чемпионате России. Будут в Питере, вот у нас в воскресенье 17-го шла улетает. Там, конечно, ребята постарше, с 20 лет до 23 лет. Вот он будет составить сборную края, выступать на этих соревнованиях. Это будет заключительное соревнование в зимнем сезоне нашего. Глава района пожелал спортсмену новых побед и достижений. Поблагодарил за работу тренеров и руководство спортивной школы. Отметил, что в планах районной власти дальнейшая поддержка спорта. Развитие спортивной базы в городе и сельских поселениях. Строительство многофункционального спорткомплекса в станице Петровска. Завершение реконструкции стадиона в городе Славянске на Кубани и многое другое. В завершении встречи Роман Сенеговский вручил ее участникам подарки на память книги о Славянском районе.